Смотрите прямо сейчас в программе «Детали недели». Вспоминая Спиридонова. Его отношение к людям, его встречи со стариками, насколько он со слезами, с комом в горле обсуждал, разговаривал. Юбилей первого главы. Что предлагают его соратники? Так что же делать с мусором? Весь мировой опыт говорит о том, что мы без современных комплексов по обработке отходов и комплексов по размещению отходов мы обойтись просто не сможем. Республика решает, где локализовать коммунальные отходы. И с ветерком на спасательной технике. Я к тебе иду! Как проходят испытания в Арктике. Добрый вечер. На телеканале Юрген «Детали недели». В этом году Республика отметит 85 лет со дня рождения первого главы Коми и Юрия Спиридонова. Человек эпохи. Так говорят о нем. Он руководил Республикой в переломное время. Под его началом регион сумел преодолеть все трудности. Владимир Уйба распорядился подготовиться к юбилейной дате. На неделе Оргкомитет решал, что делать. Анна Зубарева расскажет подробности. Парень из простой деревенской семьи. Видел и голодное детство, и тяжелый труд. Мечтал выучиться и всегда хотел быть первым. Ведь по всей стране тогда гремел социалистический лозунг «Быть первым и всегда впереди». Поэтому Спиридонов и был первым. Во время учебы в Свердловском горном институте, на Магаданском прииске, куда попал уже после учебы, и здесь, в Куме, в Ярикском нефтегазовом управлении, где за 11 лет он вырос от горного мастера до начальника шахты. Он был своим и среди начальников, и среди простых людей. Спиридонов был вхож в кремлевские кабинеты, был в хороших отношениях с Борисом Ельцином, но при этом он оставался простым и близким к народу. Он слышал и чувствовал тех, кто веками жил на этой северной земле. Он чтил традиции. На спецкурсах даже изучал Куми язык, чего требовал и от своих подчиненных. При Спиридонове были утверждены два государственных языка. Про него говорят – уверенный, жесткий, справедливый. Был упертым и настойчивым. Всегда старался доводить над, что я до конца. А еще всегда старался найти компромисс и мог признать свою ошибку, если был неправ. В этом году, когда исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича, мы часто будем его вспоминать. Он это заслужил. Ни один район не останется в стороне. В плане круглые столы, олимпиады, конкурсы, выставки, творческие встречи. Кульминацией празднования станет концерт в республиканской филармонии. А еще в свет выйдет книга Спиридонов «Его время». Задача была такая, чтобы соратники, современники Юрия Алексеевича, и не только о нем, но и об эпохе, действительно было такое непростое, сложное, но и интересное время. В книгу войдут больше 40 очерков. Материал уже на финишной прямой. Пару недель и начнется работа с типографией. Спиридонов вошел в историю как первый глава региона. Его знали, ему доверяли. Транспортный путь Белкамур, освоение среднетеманских бокситов, гимназия искусств и многое другое. С его именем связан ряд крупных социально-экономических проектов КОМИ. Он смог отстоять строительство кардиоцентра, который стал крупнейшим на северо-западе. Нашлись и врачи, в чем многие сомневались. Теперь название центра предлагают дополнить. Кардиоцентр имени Юрия Спиридонова. Я думаю, что всем здесь присутствующим известно, сколько крови выпили Сюрли Ксейча при строительстве кардиоцентра. Всех мастей тогдашних. И насколько значим этот объект для республики, который строился в тяжелейшие годы, финансовые и во всех отношениях. Человек своего времени, эпохи строек и романтики. Работайте, в работе счастье. Главные слова его жизни. Спиридонов любил свое дело, любил ставшую ему родную республику. Стоял у ее руля непростых 12 лет. Свято-Стифановский кафедральный собор тоже построили при нем и во многом благодаря ему. Собор второй по величине после храма Христа Спасителя в Москве. Они строились одновременно. И это на севере такой размах. Есть такое предложение. Сейчас очень красиво площадь перед собором благоустроили. Может быть, площадь эту назвать имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Это в центре города. Сколько внес Юрий Алексеевич в этот собор, знают те, кто был в это время рядом. Предложений на оргкомитете прозвучало много. Например, учредить премии имени Спиридонова за вклад в развитие экономики республики и за вклад в развитие науки и образования. В Усенске установить памятник Юрию Алексеевичу. Организовать передвижную фотовыставку. И присвоить имя Юрия Спиридонова одной из центральных улиц Сыктывкара. Сегодня у нас улица имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Вот она в таком виде находится летом и зимой. Она находится в местечке Кочпанщит. Вот, на мой взгляд, она не соответствует вкладу и значению Юрия Алексеевича Спиридонова, который оказал и республике, внес свою душу, жизнь, здоровье, талант свой. И города Сыктывкара. Правда, идею поддерживают далеко не все. Насчет переименования улицы я бы воздержался. К этим вещам, переименованиям, надо очень аккуратно относиться. Мы получим обратный эффект. Я думаю, что надо заниматься не этим, а довести улицу, заставить город, довести эту улицу, этого уважаемого человека до нормативного вида. В одном мнение точно сходится. Самое главное – это сохранить память о Спиридонове, масштаб личности которого были шире даже самой нашей бескрайней Родины. Он мог вспылить, повысить голос, постучать кулаком об стул, но всегда боролся за правду, за результат. Он бесконечно любил этот северный край. Ему и посвятил всего себя, сохраняя верность до последнего дня. Вопросы поставок медицинских препаратов для льготников обсудили на неделе в Государственном совете КОМИ. Депутаты намерены обратиться к федеральным властям, чтобы сохранить стабильность, достигнутую в республике. Все детали в материале Ольги Коняевой. В КОМИ решена проблема с поставками препаратов и медицинских расходников для льготников. С апреля 2022 года поставкой лекарств занимается одно предприятие – Государственной аптеки КОМИ. И успешно на весь регион сейчас всего 70 отсрочных рецептов. Хотя еще год назад их было 10 тысяч. Люди месяцами ждали свое лекарство. Многочисленные поставщики с перебоями завозили препараты в регион. Заметна положительная динамика в отсутствии социальной напряженности. Люди спокойны, больные получают свои лекарства. Все работает. Но, есть некоторые но. В соответствии с федеральным законом, наш республиканский закон от 21 апреля, его действие заканчивается 1 июля. То есть мы предвидим некие риски, которые могут произойти, если сегодня не будет этого единственного поставщика. Глава республики уже обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой оставить для регионов возможность закупать лекарственные препараты через единого поставщика. Парламентарии региона также намерены обратиться на федеральный уровень. Решение будет принято на сессии 20 апреля. На контроле народных избранников и ситуация с Печорским речным училищем. Свой филиал в Коми федеральный вуз закрывает. Но по поручению Владимира Уйба готовить специалистов речного флота будут в Печорском промышленно-экономическом техникуме. Регион уже выделил более 60 миллионов рублей. На ремонт кабинетов оснащение техникума современным оборудованием. Запущен процесс лицензирования. Процесс перевода студентов, особенно третьего, четвертого курса, организован в те филиалы, которые есть у этого университета в других субъектах Российской Федерации. Несколько первокурсников сейчас уже перевелись к нам на обучение по смежной специальности по электрооборудованию. 59 студентов закончат обучение в июне этого года. Большинство старшекурсников решили перейти в филиалы вуза в других регионах. Остальные переводятся в Печорский техникум. Будет и новый набор – три группы по 20 студентов. В регионе востребованы кадры речного флота. В этом плане еще есть социальная миссия – дать ребятам из Сеол возможность обучиться, получить хорошую профессию и дальше уже трудоустроиться. Очень ценились в свое время дизелисты, мотористы, которые учились там. То есть там ряд профессий очень таких востребованных. Студенты будут учиться в помещениях Печорского промышленно-экономического техникума. Они более современные и комфортные. Старое здание речного училища и общежития передадут летом из федеральной в республиканскую собственность. Имущество давно не обновлялось. Нужны вложения. Знаем, что порядка 9 миллионов обходится речному училищу на обслуживание этих зданий. Поэтому, как минимум, на обслуживание мы уже понимаем цифру. Переход в техникум уже подтвердили три педагога. Зарплата, по словам министра образования, будет выше, чем в филиале федерального вуза. Впрочем, и преподаватели техникума, и сотрудники речных предприятий готовы подключиться к обучению студентов. Мы продолжим после короткой рекламы. Настоящий праздник спорта. В Усинске прошел шестой межрегиональный турнир по хоккею на Кубок Лукоилкоме. Участие в нем приняли команды из Усинска, Ухты и Архангельска. В северный город приехали и обладатели Кубка прошлого года, хоккеисты из Перми. Дарья Волокжанина о том, как все проходило. Мы на пороге большого, на третьей осиной, свободной, спокойной, спокойной оси. Шестой межрегиональный турнир по хоккею на Кубок Лукоилкоме открыли театрализованным представлением артисты Сыктывкара и Усинска, воспитанники местных секций хоккея и фигурного катания. Для всех усинцев и гостей города хоккейный турнир – большой праздник спорта. Трибуны Ледового дворца Югдым переполнены. Поболеть за своих и насладиться качественным хоккеем усинцы пришли с семьями. Благодаря компании Лукоил у нас сегодня с вами настоящий, замечательный спортивный праздник. Многие годы развития спорта в Усинске и в селах муниципалитета поддерживает компания Лукоилкоме. Мы продолжаем создавать условия для занятия спортом. Буквально за последние пару лет мы выстроили спортивные площадки, ну прежде всего в селах Усинского региона, это Колва, Захарвань, Денисовка, в самом городе Усинск. Я думаю, мы продолжим эту здоровую традицию и в этом году построим такую же площадку на Икбоже. И я надеюсь, приступим к строительству нашего лыжного центра. Участникам, командам хочу пожелать, чтобы вы смогли показать все, что вы умеете, все, на что вы способны. Интересные игры и действительно пусть победит сильнейший. Уже по традиции Александр Голованев и Николай Такаев вручили юным хоккеистам новые клюшки в подарок. Впервые соревнования на призы Лукойл Коми прошли в 2016 году. Тогда победили хоккеисты из Нижнего Новгорода. Следующие турниры ознаменованы борьбой нижегородцев и усинцев. В 2017 году кубок завоевали хозяева. В 2018 и 2019 годах главный трофей оставался за Нижним. Далее два пандемийных года. Огромный перерыв. И вот большой хоккей снова в Усинске. В прошлом году заветный кубок уехал в Пермь. Спустя год пермики решили вновь показать себя. В первый день сыграли с дебютантами турнира командой из Архангельска. Матч проходил при серьезном игровом преимуществе новичков. Если на первый перерыв разница в счете была не столь ощутима 4-1, то к финальному свистку пермякам до Архангела Городцев было далеко. 11-2. Интересный турнир. Сильный уровень. Считаю, что команда наша проявила себя достойно и интересно. По организации есть что взять на вооружение. Республиканское дерби началось с атак Усинской команды. Шайба всю игру была под пристальным контролем северян. Грамотная стратегия и победный настрой помогали Усинцам даже в моменты, когда на льду их оставалось всего трое. На табло финальный счет 11-1. Усинска держал верх в игре с молодой командой Ухты. Градус накала в третий день еще выше. В первом матче третьего игрового дня встретились аутсайдеры, не одержавшие до тех пор ни одной победы. Команды Перми и Ухты. В общей сложности за матч в воротах шайба побывала два десятка раз. Счет 12-8. И чемпионы прошлого года Пермики увозят домой бронзу. Усинский и Архангельск к последнему дню соревнований подошли со стопроцентным результатом по количеству очков. Полные трибуны дворца Югдем, свободных мест нет. Первая шайба матча все же за Усинцами. Череда удалений и игроков Усинской на льду снова трое, как в той самой игре с ухтинцами. Архангельск воспользовался моментом и в ворота хозяев полетел точный бросок. 1-1 после первого периода. В начале второго отрезка матча Усинск снова вышел вперед. В воротах соперников оказались еще две шайбы. 3-1. Напряженным выдался третий период. Шайбы залетали то в ворота хозяев, то гостей. Усинцы больше атаковали, поморы умело оборонялись и остро действовали на контровыпадах. В середине заключительного третьего периода 4-3 в пользу Усинска. Зато в концовке усинцы забросили еще дважды, чем доказали звание победителя. С каждым годом и организация турнира, и даже болельщики слаженные болеют за нас. И от этого еще приятнее играть и выигрывать. С прошлого года межрегиональный турнир на призы «Лукойл Коми» включен в официальную статистику Федерации хоккея Республики Коми. А значит, турнир имеет официальный статус. В разных номинациях организаторы отметили лучших игроков. Победителям и призерам вручили кубки, медали и денежные сертификаты от «Лукойл Коми». Розыгрыши призов прошли и среди болельщиков. Самые удачливые ушли с игры не только с неизгладимыми впечатлениями, но и с сертификатами в магазин бытовой техники. Каждую потенциальную площадку для современного объекта обращения с отходами посетят эксперты, дадут качественную оценку и проведут встречи с местными жителями. Таков главный итог уходящей недели в непростом вопросе выбора этой площадки под строительство нового комплекса по обращению с ТКО. К примеру, в южном направлении нашей республики Минприроды уже сократило количество потенциальных мест с 7 до 4. Под занавес этой недели все внимание было приковано именно к этим четырем площадкам. Слово Виктории Палкиной. Перерабатывать нельзя складировать. Здесь расставить нужные знаки припинания уже можно без долгих раздумий. Только путь к этому новому осознанному подходу к обращению с отходами у нас в республике получается немного длиннее, чем предполагалось. Сегодня подбором той самой площадки, которую нельзя будет назвать привычным словом «мусорный полигон», занимается Минприрода региона. Наша основная цель к 30-му году сократить количество полигонного захоронения в два раза. Это что значит? Что все отходы должны направляться не на объекты размещения отходов для захоронения, а направляться на объекты обработки, мусоросортировочные станции. И в настоящий момент таких объектов в южном районе, в центральном районе республики нет. Основное это организовать максимальный отбор вторичных ресурсов. И это не только цель, которую нам обозначил президент, это основной вектор госполитики в сфере обращения с ТКО. Но это на сегодня наша реальность, осознанное потребление и ради нашего общего будущего. Общественная палата вызвалась помочь профильному ведомству. Общественники провели круглые столы с привлечением экспертов. Здесь и надзорные органы, и муниципалы, ученые, экологи. Ведь именно открытость, обсуждение и прозрачность экологических экспертиз – это как раз то, что сегодня ждут обычные жители Коми. Имеется негативный опыт накопленных экологических проблем. И имеется, вот что самое главное, имеется масса-масса несанкционированных свалок, которые расположены в овраге за околицей, в лесу, где мы грибы собираем и прочее. И население просто назрело от этого всего избавиться. Но хочется сказать, что это все-таки дорога с двухсторонним движением. И от самого населения должно быть понимание, что бросить в овраг мусор уже нельзя. По информации Минприроды региона, среди потенциальных площадок для Юга Коми сегодня рассматривают четыре варианта. Одна в Старожевске, что в Карткировском районе, и три в Сыктывдинском. У властей Сыктывдина уже есть четкая позиция по этому вопросу. Соколовку и Зеленец они предлагают не рассматривать под строительство современного объекта обработки отходов. А вот площадка дальняя, что в направлении Мандыча, имеет свои преимущества. Остается один участок, который обсуждался давно, еще до 2010 года. Он есть в наших генеральных планах тех лет до 2010 года. И поэтому его стоит обсуждать. От него далеко до населенных пунктов, в том числе до Мандыча, целых 22 километра. Далеко до водных объектов. И он достаточно, будем говорить так, логистически неплохо расположен. Новый объект – это прежде всего современный подход. Там будет полная сортировка всех отходов и извлечение максимально возможного количества вторичных ресурсов. Это будет способствовать тому, что в два раза снизится объем того, что уже пойдет на захоронение. Пока же по старой и далекой от новых экологических стандартов схеме, тонны отходов каждый день везут на полигон под Сыктывкаром. Этот полигон у нас действующий. Он обслуживает семь муниципальных образований. Обслуживает на настоящий момент успешно. Полигон является официальным и внесен в перечень в государственный реестр объектов размещения отходов. Но в последнее время, в том числе с учетом ужесточения норм, правил и требований, связанных в том числе и с безопасностью полетов, вопрос над этим полигоном уже становится вполне себе насущным. Давно идут споры и давно идут дискуссии по поводу необходимости его закрытия, по поводу его переполнения. И если коммунальщики вывозят отходы на полигон, то население и нерадивые предприниматели порой в соседние леса. Сегодня по подсчетам Минприроды в регионе насчитывается более 200 несанкционированных свалок. И это только на землях Государственного лесного фонда. Они занимают в общей массе 130 гектаров. Больше всего таких объектов в Сыктывкаре, Ухте и Сысельском районе. Количество тех нелегальных свалок, которые есть, оно достаточно большое. В Республике Коми, к сожалению, оно должно уменьшаться. Потому что люди будут видеть, что да, действительно, часть отходов будет идти на мусоросортировочные комплексы, будут обрабатываться эти отходы, и максимальное количество этих отходов будет вовлекаться во вторичную переработку. Поэтому смысл бросать человеку, который и так платит за вывоз отходов, за обращение с отходами определенную сумму, идти специально куда-то в лес, во враг и выбрасывать этот мусор, если он прекрасно понимает, что та же бутылка, тот же стаканчик, который он использует, пластиковый, может быть переработан несколько раз. Сыктывкарка Мария Носова – лидер эко-волонтеров Республики. С 2019 года студенты проводят эко-десанты в заповедниках, а еще самые обычные субботники. Но даже ее активную эко-позицию поддерживают далеко не все в ближайшем окружении. Мы вот лично с мужем, получается, третий год сейчас дома этим занимаемся. И когда мы родственникам рассказываем о том, что мы делаем, они говорят, ну зачем? Ну чего вы? Мусор выбросили и забудьте. Но, не знаю, мы понимаем, что это ценность, что это идет в торсырье, это переработка, это же здорово наоборот. И когда к школьникам выходим, рассказываем, у ребят тоже неоднозначное такое понимание, зачем. Потому что родителями это не привито, а в первую очередь, мне кажется, тут нужно начинать вот именно с семьи. Брать и действовать – от слов к делу – перешел известный сыктывкарский предприниматель Федор Овчинников. Основатель сети «Додо Пицца» анонсировал новую многоразовую упаковку. В основе – пищевой пластик. Так, уверен бизнесмен, получится сократить количество отходов. Правда, пока ноу-хау доступно лишь в Дубае. Именно там сыктывкарец запустил экспериментальную площадку. Такой раз. Открываем. Здесь вот есть дырочки с вентиляцией, это все. Значит, очень все много раз тестировалось про специальный пластик. Дойдет ли новшество сыктывкарского новатора до его родного города – покажет время. Пока же в России под запрет на импорт могут попасть одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки. Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны. Инициатива принадлежит Минпромторгу. Всего в списке 28 товаров. Их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. Нам не нужно ждать, когда заработают какие-то законодательные инициативы или когда у нас выпускает новый закон, да, или заработает какая-то система. Нужно начинать в первую очередь себя. И выбирать такую упаковку, которая является наградовой или экологичной, или вообще отказаться от упаковки. Потому что каждый из нас вносит вклад в сохранение нашей природы. Экоактивисты уверены, пока все силы Минприроды региона брошены на подготовку главной экостройки ближайшей пятилетки, каждый житель региона должен сделать так, чтобы на тот самый современный объект обработки отходов вывозилось как можно меньше отходов. Как говорят психологи, для выработки одной полезной привычки нужно около полугода. Весна 2023-го – самое время начать новую экоактивную жизнь. Уникальная научная экспедиция МЧС проходит в эти дни на территории трех регионов – Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Главная ее цель – испытание спасательной техники в условиях Арктики. 1600 километров северного бездорожья. Тяжелый переход через Уральские горы. И не менее опасный путь вдоль берега Северного Ледовитого океана. А Любовь Лапина продолжит. Отправляются для того, чтобы показать, насколько сегодня разработки отечественного машиностроения отвечают современным запросам в Арктике. Первое, что мы будем испытывать ежеминутно – это ту технику, которая уже стоит у нас на вооружении, на вооружении МЧС Российской Федерации. А также и перспективную технику. Будем сравнивать их между собой. Какая более эффективна, какая более проходимая, скоростная, какая вмещает в себя наибольшее количество полезного груза. Ну и так далее. Кроме этого, все наши спасатели одеты в экспериментальную одежду. Есть одежда, которая уже стоит на вооружении. И также большое количество образцов экспериментальной одежды, именно арктического исполнения. Тоже будем ее использовать и испытывать. Кроме этого, большое количество, вот на выставке это представлено, снаряжения, оборудование для спасательных работ, для поисковых работ. Все это мы будем применять на практике, испытывать в суровых арктических условиях. А это Петрович. Речь не про мужчину на переднем плане, а про здоровяка сзади. Вездеход специально был создан для условий Арктики. Автомобиль без проблем передвигается по бездорожью, может плавать и не боится суровых условий севера. Данная техника предназначена для поиска потерявшихся людей в труднодоступной местности, лисистой, заболоченной, а также в условиях арктики. Данная техника комплектуется аварийно-спасательным оборудованием, а также оборудованием для поиска людей, потерявшихся в труднодоступной местности. Следом вездеход «Амфибия Русак». Зайцем ничего общего. Машина может использоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и рассчитана на эксплуатацию при крайне низких температурах. Вплоть до минус 60 градусов. Правда, максимальная скорость 75 км в час. Больше в условиях Арктики может быть чревата. Машина может перевозить до 3 тонн груза и, соответственно, до 16 человек пассажировместимость. Машина амфибийная, имеет скорость на плаву порядка 6-7 км в час в зависимости от разных внешних условий. Русаки уже используются на Чукотке в республике Саха, Красноярском крае. Пришло время испытать их и на бескрайних снежных просторах в Коми, Нао и Ямале, как и этого из Полина. Это специально созданный на базе Урала опытный образец для работы в Арктике. Первый прототип уже участвовал в экспедиции в Якутию. Тогда прошло не все гладко. Нынешний доработанный едет в первый раз, пока добирался до Усинска, показал себя хорошо. Не проваливается, не закапывается. Вполне достойно себя ведет. Всего в Усинск именно отсюда вся команда отправилась в путь. Прибыло более двух десятков новейших образцов техники и почти 70 специалистов. Среди них пожарные и спасатели. Представители предприятий и разработчиков, научные сотрудники. В состав экипажа вошли и спасатели с юга, которые впервые столкнутся с условиями Арктики. Я вообще не раздумывая согласился, так как для меня это какой-то новый опыт, эмоции. Испытать себя в Арктике, вообще понять, на что я способен. Но я думаю, я с этим справлюсь. И посмотреть на профессионалов этого дела, исчерпать из них какого-то опыта, посмотреть на людей, себя показать. Поэтому вот это я ожидаю от этой поездки. Министерство по чрезвычайным ситуациям впервые проводит экспедицию подобного уровня за последние десятилетия. За 12 суток группа преодолеет 1600 километров. Из них по территории Коми 140. Именно у нас, в Усинске, прошла предстартовая подготовка. Помимо российских разработок, представили и спецодежду, и оборудование местного производства. Плащи, гамаши, сани, волокуши и волокуши-носилки, производимые в Сыктывкаре, также отправились на испытания в рамках арктической экспедиции. Сама же Арктика встретила участников экспедиции ярким голубым небом и морозным бездорожьем. Первый же день – отработка взаимодействия экспедиционной группы с аэромобильной группировкой. Спасатели прыгают с парашютом. С борта самолета Ил-76 десантируется 22 человека. Задачу усложняет сильный ветер. Я к тебе иду! Сбрасывал самолеты и пять платформ с грузом. Внутри – модули средств жизнеобеспечения, емкости с топливом, техника. Все для развертывания аэромобильного госпиталя. Этот этап учений, как сообщает МЧС России, проходит успешно. Группа движется дальше. День третий. 135 километров от Эдзинки до вахтового поселка Варандей. Путь проходит по технологическим зимникам недропользователей. Перед участниками новые водные. Накануне в суровых условиях группа уже ликвидировала последствия условного ДТП с участием вездехода и стеньгохода. Участники экспедиции потушили возгорание, деблокировали пострадавших, оказали медицинскую помощь. Кто бы мог подумать, что во время экспедиции помощь придется оказывать и реальную. По пути на Варандей нам попался КАМАЗ на обочине дороги, которого снесло, стянуло, закопался. В общем, повяз в снежной рутине. Мы, конечно же, не сможем его здесь оставить. Будем сейчас принимать все силы для того, чтобы его отсюда вытащить. И вытащили, хоть и с трудом. Вес КАМАЗа вместе с грузом – 30 тонн. Нет, ну танк – реальная мощь. Не то, что их вытащили, выехали. Напоили, накормили, дали сухпоиду. И без помощи они в любом случае не остались. Сильно удивились от того, что так много МЧС прибыло к вам на помощь. Да-да-да, что-то у вас какое-то звучание. Все ради вас ехали через бурбу, снег, только чтобы вам помочь. От Варандея дальше до вахтового поселка Лобоганское. Участникам предстоит отработать новые водные, испытать образцы специальной техники. В частности, георадаров. Они позволяют проводить поисковые работы в толще снега. Финиширует экспедиция 7 апреля. К этой дате спасатели должны добраться до Салихарда. Такими были некоторые детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова